всем привет ребят с вами максимазы и у нас сегодня опять gta 4 да так вот решил я позаписывать эту игру поскольку это реально очень классная игра вот я думаю на прохождение вот реально заслуживает и мы снова направляемся к владу на задание привет как дела и некий привет миг что будешь стакан воды стакан воды таки пиффи а ты убит Beginning просыпайся придурок ну я все половил иди сюда садись помнишь Ивану нет ты как то видел с ним разговаривал этот парень этот парень о да и парни только что не целовались очень смешно если я расскажу тебе что он собирается ограбить твоего доверенного брата я скажу а что у за проблемы с моим братом и погоди привет куколка я сейчас не могу говорить а на что тебе надето нет не поднимая отлично слушай не перезвоню тебе а извини кто это был не твоё дело твой парень Иван очень смешно для тупого колхозника ты просто весельчак для такого надоели мудайка ты просто надоели мудай ну в таком случае очень жаль что я человек с могущественными друзьями а ты чмо болотное у которого всего друзья это какой-то пронирливый толстяк на срану такси почему ты Иванова грабит моего двоюродного брата потому что я хочу чтобы ты его убил поэтому что он разорил Михаила господина Фаустина оскорбил его он собирался выкрасть у Романа какие-то бумажки ты поймаешь его и убьешь а потом мы скажем что это была неудачная попытка ограбления а что если я скажу тебе что не хочу быть при тебе киллером тогда господин Фаустин очень рассердится на тебя и на твоего двоюродного убраться тоже ну ладно я знал что мы поймем друг друга как только я вижу что все доходит а теперь иди и жди его в таксопарке привет кукла на чем мы остановились хорошо давай поговорим о сегодняшнем вечере это он опять промыла ли наверно блин я считаю вообще его не видел вон он зараза ну-ка стой ты начинаешь действовать не на нервы чувак ты начинаешь действовать не на нервы чувак вон сдавайся чувак или застрелюсь я у у а у у у а у у а у у я тебе залезай залезай ты зализаим быстрее а ну-ка стой стой тебе говорят стой я тебе сказал у вас есть выбор несмотря на то что влад хочет твоей смерти все не так же плохо держись подальше от холл бич спасибо чувак ты не пожалеешь об этом я уже истин простил все равно я собирался уехать подальше всех этих соотечественников посмотрите на встречу мире больше меня здесь не увидишь я обязан тебе жизни чувак ты хороший человек спасибо тебе тебе повезло чувак я сегодня добрым оказался иначе иначе было бы иначе и он без синий бой ты больше не увидишь свою мушка ивана будешь по нему скучать не будет умеется им не я не буду у меня без него всяких этих хватает вот что я тебе скажу гораздо лучше когда девки есть парень и приходит целый день вот все дерьмо вот примеру малый пошел ты скажешь мне ты еще раз морду расквашу ой добреньким я сегодня оказался так что тебе повезло дружок не нравится что он смелари заигрывает теперь мы отправляемся к раму ой прости чувак я перевернул твой машин м он кул лат Эй, чё не так? Привет, брат. Дерьмо. Какое ещё дерьмо? Мелори. А что с ней? Мне она нравится, действительно нравится. Но ты продолжаешь путаться с другими бабами? Нет. Она скорее путается с Владом. Я видел, как ты его автомобиль припаркованный рядом с её домом. Да? Ты знал? Я подозревал. Твою мать, знал! А что я должен был сказать? Ты знал, что моя тёлка с этим кабаном там тусуется? А ты ничего мне не сказал. Да, я её не знал. Ты просто засранец, Никобелик, форменный предатель. И после всего... Что я тебе сделал? Ты! Прости. Да ну тебя к чёрту. Ладно, хочешь, я прямо сейчас всё улажу. Нет. Садись. Нет, я не собираюсь сидеть и слышать, как ты называешь меня предателем. Может, ты позволишь, чтобы какой-то русский хрен перил ты и девку и так далее? Это было из-за того, как я понял, и ты всегда был лицемером, вот чё. Никого, погоди, не делай глупости, подожди меня. Я не собираюсь сидеть. Вперёд, едем. А, нет, стоп. Давай-ка в твою машину сядем. Не сделай ничего, ступик, брат. А, ладно, давайте мы споем. Не будем твою машину громить. Эй, это случилось, я... Мы имеем открытый отношение. Я делаю моё дело, она её делает, и... Может, в следующий раз я буду смотреть их на это. Слушай, ты чё они говорят, я не могу считать. Да, ну ладно, бар является со мной по соседству. Почему мой фургон стоит вот так? Я её, по-моему, ставил другой стороной. Даже в другой стороной ставил. Чё это он так стоит? Ну ладно, фиг с ним вообще. Так, пистолет я приготовлю сейчас. Погоди, не по тебе нужно получше это подумать. Оставайся снаружи, пока взрослый разговаривает. Давай выбьем. Какая разница? Держи. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Ха-ха-ха-ха, не сидя. Владик, я хотел кое-что... Не терпеть, что ты тут делаешь? Я тебе что, вызывал, Николаша? Я говорил тебе держаться подальше от Мэлори. Проваливай. А теперь Роман расстроился. О, Роман расстроился. Скажи, пожалуйста. Да положить не на это деревенская дыгь. А вот и он. Слышь, толстячок, мне жаль, что ты расстроился. Смотри, блин, не разревись. Эй, Влад, мы просто поговорим об этом. Погоди. Держись от Мэлори подальше. Я тут, должно быть, подвинуть слух. Секунду назад я не готов был поклясться, что какой-то ухозник указывает, что мне делать. Слышали это, парни? А теперь вышли, нефига, отсюда. Роман... Садись быстрее. Он уезжает. Продолжение следует... Надо его догнать немедленно. Где он? Где он? Я вижу на радаре, где он. Я свернул не туда, вот... О, нет, опять я застрел. Эй... Руки вверх, не двигаться! Ты деревня, грана. Думаешь, моя смерть просто так сойдет тебе с рук? Вот сейчас это проверим. Думаешь, это того стоит? Ты поставишь крест на своей жизни, и твоего жирного братца после этого. Это дурок на твою жизнь. Я ставлю крест, у нас все будет в порядке. Мои друзья выследят вас в два счета. В любом случае, ты нисколько не потеряешь козел. Да пошел ты! Я многое бы отдал, чтобы посмотреть, как Михаил оторвет твои деревенские и эти самые... Ты погубишь себя. Ты покойник. Хоффбич, район маленький. Мои друзья, разыщу тебя. Эм... Ты убил, бладик, бладик. Ты дал маху, бладик. Я никому не позволю так поступать с моей семьей. Пашка трясется у него. Я, 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 я. Тяжелый ты, бладик. Ника. Ника. Хоффбич, что я думаю, все кончено. Что ты наделал? А на что это похоже? Мы покойники. Не, покойник он. А у нас все в порядке. У него есть могущественные друзья. Очень серьезные люди. Говорил тебе, успокойся. Пыльчивый ты. Я спокойно. Он пытался убить нас. И твою подружку отнять пытался. Чего же ты ждал? Что я сделаю ему массаж? Черт, черт. Что ты натворил? Когда я служил в арбе, нам дали задание устроить засаду на отряд, убивший множество невинных людей. Они хоть и нашими врагами были, но мы не смогли напасть. Нам было 15. Нас было 15, и все деревенские были. Но один парень предал нас всех. Он подставил нас из забавок. Его зовут Дарк Кабревич. 12 человек погибло. Троим удалось бежать. Я предателем точно не был. Поэтому вот уже 10 лет я ищу тех двоих. Один из них живет здесь. Зачем ты мне это сейчас рассказываешь? Ты становишься сентиментальным всякий раз, когда убьешь человека. Чудесно. Ты здесь, чтобы отомстить за происшествие 10-летней давности. И тебе плевать, чьей жизни ты при этом разрушишь. Нет. А что тогда? Не знаю. Я просто хочу понять, почему они так поступили. Думаю, прямо сейчас ты все равно этого не узнаешь. Давай-ка спрячем тело, хотя бы ненадолго. Бросим его в реку. Фаустин прикончит нас. Черт, нам бы надо убираться. Валяй, я тебя догоню. Больше мы его не увидим. Али, что такое, Сильвия? Роман, я здесь. Что происходит? Почему ты шепчешь? Я Натал Састрит, при этом с перестройкой. Ника, скорей сюда. Погиб Влад от рук каких-то двух беликов. А этот человек был из русской мафии. А эти Нико с Романом Американцы. То есть я играю русский против русских. Вот оно чё, блин. Как они уворачиваться умеют? Роман, ты где? Пс, Нико. Роман, что ты делаешь смысл, приятен? А, не сипс. Ты о чём вообще? Влезай, дружище, пойдём. Чувак, мы с ним за мной сидят. Я их видел. Да не смешимый, ты становишься. Да пошёл ты! Да ну тебе, всё было нормально, а тут появляешься ты, и мы все теперь обречены. Паустин, чокнутый, он убьёт нас из-за этого, что мы убили Влада. Влад был его человеком. Ты убиваешь человека, а они убивают тебя, так бывает всегда. Роман, дружище, вылезай давай! Послушай, меня Влад был куском дерьма. Не плевайтесь на него. Единственное, что их заботит, это деньги. Так что скажем, что будем на них работать. А теперь вылезай, дружище. Тебя нечёт. Не хочу я, брат, как он не по себе. Улезай из мусорки, жердяй. Быстро! Давай-ка, толстячок, босс хочет перекинуть со с тобой парой слов. Оу. Дмитрий Раскалов. Очнись! Нам пришлось заткнуть ему рот, чтобы он не орал. Тебе стоило? Перевози сюда обеих. Обоих. Ты плохо себя вёл, мистер Бот. И босс очень недоволен. О нет, я сейчас встану и от страха наложу. Успеешь ещё придёт время. На кого ты работаешь? На свою двоюродную, брата Романа. Не валяй дурака. Я сейчас тебе руку отпилю. Говори! Ладно, ладно. Твой отец влюбил, как ты в жопу вставляли. Чего ты хочешь от меня? очень смешно думаешь ли такой умный да нет у меня связали в подвале мальки от дома как это горилла размахив филой как вероятно что я заткнитесь мать вашу смотрит странный ящик о михаил фауст боже правый что ты здесь делаешь ничего то есть пытался выяснить кто он ну и кто он он его твою родный брат собирался зарезать какого-то парня в моем доме развел столько шума или этого ты нашел этого идиота он был другом вашего сержантка когда мы служили он дебил и никобелик думаешь тебе позволено убивать людей работающих на ней не если он мразь туда михаил смотрел на меня как будто гребанный кусок дерьма а теперь слушай никобелик тебе несказанно повезло что влад был кретин я позволил ему крутиться перед ногами только потому что он сестрицу кое-кого это ты мне должен теперь тут появились в моем районе всякие дураки которые хотят перегнать груз понял а теперь нашли покупатели под эти телевизоры точно покупатель чтобы сделка осуществилась должен достать их для нас романа развертишь хорошо помощь помочь заткнись на помощь помогите кто-нибудь замолкните его заткнись ты господи михаил заткнись прекрати стрелять людей моя жена не любит когда то тарут да какая разница лучше поскорее достали бы эти телеки каждый шок с твоего братца не буду смотреть как его пешки уваливаются на слушай мы позаботимся о том братья по себе лучше найти полицейскую машину иди уже я позабочусь о нем черт можно найти полицейскую тачку а я кстати знаю где ох ты ничего себе особняк то у них шикарный нет такой дом как у него опа полиция кому-то приехала отлично пока они там разбираются я захвачу их автомобиль я достал полицейскую машину что дальше грузовик едет по южному брокеру останови его и перегонив тайник на дюкс драйв а по точнее нельзя в южном брокере поди не один грузовик это ваши с братом проблемы а не мои останавливай фугоны для тех пор пока не найдешь телевизор и пока надеюсь остановить фугоны пока не наблюдают значения теперь мне придется работать на вот этих двоих русских да михаила паустина и дмитрия раскалова но это не тот фургон сто процентов давай вылезай а то ты покойник у меня ничего нет ты зря теряешь время открывай багажник там есть телеки наверное черт ничего тут нет ладно вот только интересно с какой стати нику знает где фургоны гоняют куда у него радар взялся где помечено все что надо стоп выходи очень медленно приятель я даже загрузиться не успел покажи мне багажник ты везешь телеки тут пусто черт а где полицейская машина мне нужно ну нет и есть м 3 это 3 и 5 к м ВОДНЫМ, ЗАРАЗА Давай, вылазь без глупостей. Ты совершаешь ошибку, мы платим за крышу Канни Петровичу. Покажи багажник, хочу убедиться, что он не забит телеками. Ты реально облажался. Откуда у меня вот так... Откуда у меня рытое ружье, интересно, из полицейской машины, что ли? Поезжайте в гараж. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Фаустин появился в контактах. Звоним Дмитрию Раскалову. Я пригнал фургон туда, куда ты сказал. Как там, Роман? Да с ним все в порядке. Немного напуган, но это ничего. И ты все сделал правильно? Куда-нибудь заезжай и поговорим. Работать на этого Дмитрия Раскалова и Михаила Фаустина мы будем уже в следующих сериях. Небольшой спойлер. Немножко попозже Дмитрий Раскалов станет главным антагонистом игры. Будет нашим заглядным врагом. Ну, на этом мы, наверное, закончим. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Опа, Роман звонит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok